Помочь устроиться в обществе после освобождения из мест лишения свободы в этом заключается основная задача Общественного Совета при УФСИН России по Алтайскому краю. Проекты Общественного Совета имеют грантовую поддержку и совсем недавно выиграл грант президента Российской Федерации. Подробнее о том, как и чем помогают освободившимся осужденным, мы поговорим с председателем Общественного Совета при УФСИН России по Алтайскому краю Юлией Скандаковой. Юлия, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет Общественный Совет, кто туда входит? Общественный Совет — это совет, в который входят люди, неравнодушные к проблемам этого общества, неравнодушные к людям, которые попали в места лишения свободы. Это представители очень разных структур, это представители и адвокатов Алтайского края, это представители культуры, спорта, духовенства. И, конечно, это общественники, которые ведут очень большую работу по ресоциализации осужденных. Как помогаете? Вот прям по полочкам разложите. Какую помощь оказываете осужденным? Каждый представитель, смотря, чем он занимается, он работает в своем направлении. Если это представители культуры, они стараются сделать какие-то культурно-массовые мероприятия, конкурсы провести. У нас есть театр, который открыт в одной из исправительных колоний. Если это представители адвокатской палаты, они ведут очень большую работу по бесплатным консультациям. Осужденный может написать, обратиться к ним за тем, чтобы его посетили в колонии. Они выезжают и помогают осужденному решать его юридические проблемы. Если говорить о представителях духовенства, они проводят, конечно, работу в духовной сфере с осужденными, чтобы они тоже вставали на путь истины, как говорится, наставляют их, ведут. И если говорить о представителях общественных организаций, то здесь разнообразные проекты, которые помогают осужденным в разных направлениях. Есть проекты, которые больше несут такой характер, расслабляющий, скажем так, характер, когда они просто отдыхают. Это какие такие проекты? Например, концерты. Недавно мы проводили концерты, и мы видели, какой отклик был. Делали совместно с ребятами осужденными, привлекали артистов со свободы, артистов, которые у нас есть, исполнители в Алтайском крае, и ребята тоже сами участвовали. И также есть проекты, которые направлены на восстановление и укрепление семейных связей, или на то, чтобы человек адаптировался в обществе и постарался больше не вернуться в места лишения свободы. С какими сложностями Совет сталкивается, проводя такую работу? Ну, вы знаете, здесь, наверное, смотря, посмотреть сложности с кем. Если говорить про осужденных, то каждый, может быть, проект тут нужно рассматривать отдельно. Если говорить о проекте, например, «Поддержка», я думаю, мы еще сейчас о нем поговорим, то мы сталкивались с тем, что осужденные не верили, что им могут помочь, что общество к ним неравнодушно, что они действительно кому-то могут быть нужны. Если сталкиваться в работе культуры, например, театра, то я думаю, что здесь, наверное, больше работа режиссера в том, чтобы раскрепостить ребят, чтобы помочь им поверить в себя, что они смогут это сыграть. То есть разные. Если говорить про проблемы в обществе, то очень иногда сложно доносить обществу, что это не просто люди, которых можно списать, на которых можно наплевать, они нам больше не нужны. Ведь это чьи-то дети, это чьи-то мужья, это чьи-то соседы, они вернутся. И от нас, как от общества, зависит на самом деле очень много, как они будут жить дальше, поступать дальше, что они будут делать. А какие такие реальные истории, успешные адаптации имеются? Может быть, как раз расскажете о таком примере? Да, есть. У нас существует проект «Поддержка». Мы реализовываем его в нашем Алтайском крае уже четвертый год. Родился он как раз, когда наступила пандемия, все закрывалось. А у нас так получилось, что проект наоборот. Он родился, начал свою деятельность. На самом деле он простой, хотя мне говорят, чтобы я так не говорила о нем. Потому что он очень системный и имеет свою последовательность. И там идет очень глубокая работа с человеком, именно для того, чтобы человек мог пройти вот эту ресоциализацию, адаптировался в обществе и не совершал повторных преступлений. Может быть, прям конкретный случай, особенно, который именно вам в душу запал? Да, случай, наверное, такой не один. У нас есть одна женщина, мы сопровождали ее не один срок в местах лишения свободы. То есть она периодически возвращалась? Да. И возвращалась из-за того, что совершала одно и то же преступление. Оно было не таким тяжким, но, тем не менее, это приводило в последствии того, что она опять находилась в местах лишения свободы. И мы рассказывали ей о той помощи, которую мы можем предоставить. Она уже нас знала, уже шла к нам, когда мы приезжали в колонию. И в последний срок, когда она отбывала, мы ее убеждали, что нужно что-то делать по-другому. Мы приезжаем в каждую колонию два раза в месяц. И в школе подготовки осужденных к освобождению проводим занятия, темы, которые могут помочь людям потом начать жить по-другому, получить какие-то знания, сделать какие-то выводы. И вот на этой школе мы с ней работали, встречались. И она планировала после освобождения принять нашу помощь. Но в день освобождения, когда мы приехали, предоставили ей одежду гражданского образца, она приняла и сказала, что у нее есть куда поехать, и она все-таки будет двигаться сама. И мы всегда убеждаем людей. У нас есть такие информационно-записанные книжки, которые мы разработали специально для людей, которые освобождаются. Здесь вся информация об организациях, которые могут им помочь. Также здесь есть организация о работодателях, которые готовы принять сразу на работу. И мы приглашаем работодателей, кто готов принимать людей после освобождения, информировать нас, чтобы включить в этот реестр. Также адрес краевых учреждений центров занятости. И мы всегда говорим, можете все забыть, не теряйте записную книжку для того, чтобы в сложной ситуации позвонить и обратиться. И прошло совсем немного времени, несколько дней. Там то, что она планировала, у нее не сложилось. Она позвонила, мы приехали, ее забрали. Она прошла адаптационный курс. И через определенное время устроилась на работу, стала развиваться. Потом мы помогли снять ей комнату. И на сегодняшний день она отучилась на повара сушиста. И работает, ей нравится. И не собирается возвращаться в места лишения свободы. Причем она признает, что если бы с ней не были рядом люди, которые помогли ей в этот период, то, скорее всего, совершилось бы уже то же самое. А она, получается, не смогла адаптироваться и решила позвонить. А что именно не смогла? Семья не приняла или общество не смогла устроиться на работу также? Нет, это случай, когда был вопрос буквально пару дней, когда она думала, что она устроит как-то свою личную жизнь. Но получилось, что ее планы были ее иллюзиями. Очень часто осужденные у них есть какие-то свои представления, что их где-то ждут, их где-то хотят видеть, их рады видеть. И когда они приезжают, бывает так, что уже никто не ждет, и уже никто не рад видеть. И вопрос, когда встает в жилье, вот тогда могут совершаться опять повторные преступления или когда сложности с устройством на работу. В этом плане мы тоже работаем в сопровождении осужденных, предоставляем им жилье в адаптационных квартирах, где они проживают, где есть определенные условия, которые они должны выполнить. Это устроиться на работу обязательно, да, это вовремя приходить с работы. Там нельзя нарушать определенные правила, они должны быть ответственны за свою жизнь. И они имеют право проживать в этой квартире столько, сколько им нужно. Если брать именно какие-то бытовые вещи, элементарно, там не умеешь пользоваться стиральной машинкой или телефоном сотовым, вот как в этом плане быть? Это же может напугать, получается, ты чужой в этом обществе, и опять же это может подтолкнуть к повторному преступлению. Вот как вы здесь проводите работу в плане учите пользоваться связью или объясняете каким-то образом? Ну да, это и есть вот такой момент сопровождения, потому что сопровождение может как быть объемным, это предоставление жилья, это может быть там одежда, но одежда мы не считаем что-то чем-то там особенным, так может быть и индивидуальным, таким как обучение к чему-то естественному, да, бытовым навыкам, например. Бывают случаи, когда люди просят их взять на сопровождение, но они едут жить, например, в общежитие. В этом случае у нас волонтер, он звонит и узнает, как человек устроился, и спрашивает, а что есть у тебя в комнате? Бывает такое, что у человека ничего нет. Мы тогда подключаемся, привозим вещи первой необходимости, там полотенце, кружка, ложка, да, постельное белье. То есть сопровождаете уже даже после того, как он освободился, какой-то определенный промежуток времени, который нужно? Сколько нужно. Сопровождаем сколько нужно. Кому-то достаточно просто оттолкнуться, да, бывают случаи, когда человеку нужна неделя для того, чтобы просто предоставить ему жилье, у него есть хорошая профессия, он уверен, что его возьмут на работу, и это действительно так, он устраивается на работу, и мы со спокойным сердцем его отпускаем. Единственное, что это может уже быть просто моральная поддержка, да, периодически узнавать, как дела. Если уж совсем откровенно говорить, к сожалению, ну так сложилось, что к осужденным такое негативное отношение, если в целом брать, но у вас этого отношения не чувствуется. Где вообще черпаете вдохновение помогать таким людям, и почему, в принципе, решили помогать? Ой, хороший вопрос, который практически мне уже мало задают. Ну, наверное, негатив, потому что, скорее всего, что пережили люди какое-то происшествие в своей жизни. Может быть, они являлись когда-то пострадавшими. Может быть, в общем негатив, да, клеймо. Человек осуждённый. Но ведь не все люди, которые попали в места лишения свободы, они действительно какие-то социальные личности. А даже если это и так. Но ведь это человек, и что-то произошло в его жизни, что пошло не так, да, что он выбрал вот такой путь. И, может быть, мы можем сделать так, чтобы это прекратилось? Ведь если не мы, общество, да, почему вот общественный совет, да, если не мы потрудимся над его жизнью, постараемся ему что-то донести, то кто? Значит, завтра он вернётся сюда, будет жить опять рядом с нами. И действительно, почему говорят, вот завтра он вернётся и начнёт опять своё. Постоянно это говорят. Да. А давайте постараемся что-то сделать, чтобы он не начал что-то своё. Вы знаете, когда я смотрю на ребят, которые прошли адаптацию через наше сопровождение, на некоторых я смотрела при освобождении и думала, вообще умеет ли он разговаривать. Вот знаете, когда человек односложно отвечает, да, нет, непонятно, есть ли какие-то мысли у него в голове, какие эти мысли. И когда спустя год сопровождения передо мной сидит человек с нормальной речью, с острым юмором, у него есть планы, хорошие планы, у него есть цели, он копит на определённые там какие-то вещи, помогает своим детям, то для меня это показатель, что всё-таки адаптация, она возможна. Ну и самое главное, что мы не смотрим на осуждённых через призму их поступков и никогда не узнаём, за что они отбывают. Стараемся это не делать, и это нам не нужно. Это нужно людям, которые там работают. Мы несём другую функцию, функцию воспитательную, вспомогательную. И если ты знаешь, за что отбывал человек, то ты начинаешь смотреть на него через призму этого. Поэтому, наверное, так. Где берём силы? А там и берём. Вот знаете, когда приедешь в исправительное учреждение, когда ты сидишь с этими женщинами рядом, ты с ними занимаешься, разговариваешь, потом начинают подходить и в какие-то индивидуальные консультации просить. И ты смотришь на них, и ты понимаешь, это обычные женщины, такие же, как живут с нами в одном подъезде, в одном селе с кем-то, то есть работают на одной работе с нами. И по какой-то, вот, как говорят, от тюрьмы, от сумы, не зарекайся. Поэтому многие из них не думали, что они когда-то попадут в места лишения свободы. То есть, поэтому... Спасибо, Юлия Витальевна, за такой прекрасный диалог. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была председатель общественного совета при УФСИ России по Алтайскому краю Юлия Сконтакова.